Итак, вновь очередной небольшой обзор на очередную большую китайскую алюминиевую палку. Приветствую, всем здоровья! Сегодня у меня в руках вот такой вот компонент, который толком даже в кадр не помещается. Тем не менее, это не мешает идентифицировать предмет как велосипедный руль, который проведен, как бы это неожиданно для кого-то не прозвучало, в Китае. Ну и заказано, разумеется, непосредственно оттуда же. На доставку с момента оплаты и до получения посылки в Москве потребовалось 32 дня. Не быстро, в общем. Итак, это руль под брендом Forears, модель HBMB-011. На руле, помимо бренда, еще указали, что изготовлен руль из холодно тянутого алюминиевого сплава 6000 серии. А с края даже имеется клеймо с уточнением 6061. Это алюминий магний-кремневый сплав. Что же, верю, проверить-то все равно не могу. Кстати, приобрести руль можно в одном из 10 цветов на выбор. А если конкретно, то доступны следующие варианты. Красный, оранжевый, зеленый, графитовый, черный, светло-синий, розовый, желтый, фиолетовый и, вот, собственно, темно-синий. По-моему, выбор достаточно богатый. Далее, как всегда, про внешний вид. И тут у изделий из Поднебесной все хорошо. Основной цвет выполнен путем анодирования, причем весьма качественно. И придраться тут откровенно не к чему. Остальные элементы, такие как надписи, узоры, логотип, нанесены на поверхность краской путем переноса. И замечу, что китайские производители поднатарели в этом деле. Как результат, все перенесено на поверхность руля качественно. Ровно и никаких замечаний не вызывает. Можно только порадоваться за китайских товарищей. Сам руль, в свою очередь, абсолютно симметричен. Никаких отклонений друг от друга стороны не имеют. Ну, очевидно, изготовлен этот руль не на заднем дворе об колено. Так как уж слишком все хорошо выполнено. Ну и поскольку про руль много не наобзорить, то переходим далее, как обычно, к цифрам. Ширина обозреваемого руля 780 мм. Именно благодаря им он не влазит в кадр. Установочный диаметр 31,8 мм. Откалиброванная зона под вынос имеет ширину 55 мм. Диаметр ручек 22,2 мм. Длина ручек 270 мм. Толщина стенки ручек 2 мм. Подъем руля 20 мм. Изгиб вверх 5 градусов. Изгиб назад 9 градусов. Ну и далее взвешивание. Что же, на сайте заявлено, что руль ледяной 780 мм должен весить 375 грамм. Сейчас мы это проверим. Ну, вот, собственно, и вес. 368 грамм. Ну что же, вес нелегкий, но, тем не менее, он даже чуть легче обещанного. И так, теперь можно подвести предварительный итог. Руль мне однозначно понравился. Качественное исполнение. Глубина и насыщенность цвета. Отвал башки. Могу предположить, что и остальные цвета выполнены не хуже. Единственный косяк руля я обнаружил на ручках. На них имеются отметки, которые при необходимости укоротить руль должны немного облегчить процесс. И если внимательно их рассмотреть, то видно, что по ним можно укоротить руль до 680 мм. Ну, другими словами, это значит, что с каждого края размечены по 50 мм. О, теперь беру рулетку. Прикидываю, и мы видим, что реально разметка покрывает только 30 мм. Китайцы такие накосячили, и если кто-то будет укорачивать руль до 680 мм по этим меткам, то в реале вместо ожидаемых 680 мм он получит 720. Ну, хотя, с другой стороны, конечно, это еще не так плохо, ведь могло быть хуже ошибись китайцы при разметке в большую сторону. В общем, доверяй, но проверяй. О, что же, теперь осталось только узнать, как он покажет себя в процессе эксплуатации, но об этом уже в другой раз. Ну, а все, кого заинтересовал данный руль, ссылку на него найдут, как всегда, в описании к видео. А у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»